В период становления Сочи, как всесоюзной здравницы, акцент делали именно на Мацесте, уникальном медицинском центре лечения природными факторами. Сегодня Мацеста все больше ассоциируется с объектом туристического показа. Задача, которую ставят перед собой члены комитета городского собрания – возродить былую славу и интерес к месторождению минеральных вод Сочи. Практически местные жители не пользуются услугами, мы не видим рекламы. Мы начнем сегодня говорить о Мацесте. У нас много источников, но там нужны значительные вложения развития. А здесь готовый комплекс, он способен работать. Нужно просто навести мосты добрых отношений и работать. Поэтому повестка дня сегодня не просто о Мацесте, а о продвижении среди гостей и среди жителей города. Мацеста – сердце курорта. Огненная вода является и частью герба Сочи. Уже более 116 лет бальнеологический курорт принимает гостей со всех уголков страны. Сероводородная вода, как известно, не имеет аналогов в мире. Около 2% местного населения пользуются нашими услугами. Мы имеем специальную программу с льготными скидками для местных жителей. Не хватает информации. Мы на своем уровне это делаем. Но если мы хотим говорить о городе Сочи, как о Мацестинском курорте, конечно, это взаимодействие с властью, с депутатским корпусом. Участники расширенного заседания, представители санаторно-курортных объектов, руководители сочинских больниц и поликлиник. И те, и другие при необходимости могут выписывать лечение на Мацесте. Но есть уже и конкретное решение для продвижения Сочи как мацестинского, а значит, бальнеологического курорта. Сейчас также будем прорабатывать вопрос о создании единого муниципального автобуса, который бы по кольцу ехал по территории нашего города, объезжал всей санаторно-курортной организации. И конечная точка этого автобуса была бы Мацест. Также представители мэрии и депутатского корпуса согласовали продление Теренкура вплоть до мацестинских ванн.